Актом гуманизма по отношению к оступившимся гражданам стал подписан сегодня президентом закон об амнистии. Подобные решения в стране принимаются, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории. В этот раз амнистия подписана в связи с 75-летием Великой Победы. Почти 12 тысяч человек получат шанс начать жизнь с чистого листа. В частности, около 5400 человек смогут выйти из места лишения свободы. Более 6000 заключенным сократят срок наказания на один год. Беспрекословные условия, которые сопровождают каждую амнистию, положительная характеристика осужденного отбывающего наказания. Это один из факторов, косвенно гарантирующих исключение рецидива. И, как следствие, возможность не допустить ухудшения криминогенной обстановки. Традиционно в так называемую льготную категорию попадают, кроме несовершеннолетних, беременные женщины, одинокие родители, инвалиды, больные с тяжелыми недугами. Амнистия будет распространена на лиц, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, лица, которые осуждены по части 4 и 5 328 статьи, совершившие эти преступления в несовершеннолетнем возрасте, они тоже могут претендовать на эту амнистию. В данной категории срок наказания будет сокращен на один год. Мы предполагаем, что из мест лишения свободы в связи с сокращением срока наказания на один год выйдет один человек, и 10 человек несовершеннолетних, им сократится срок наказания на один год, и они продолжат отбывать наказание. В связи со знаковой исторической датой, руководствуюсь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии, круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и коррупционные преступления. Но здесь важно отметить. Всем известно отношение нашего президента к преступлениям в сфере коррупции, и тем, кто их совершает. Борьба с этим злом в нашей стране ведется постоянно, и всем известно, неприкасаемых нет. Именно потому включение в закон данной категории осужденных вызвало большие дискуссии на совещании по проекту этого документа еще месяц назад во Дворце независимости. Аргументов было много, учтены все аспекты, и сегодня решение принято. Однако это ни в коем случае не означает снижение градуса борьбы с теми преступлениями, которые в обществе называют ржавчиной. Это однозначное требование Александра Лукашенко. И добавим, амнистия в этом году будет реализована в рекордные 6 месяцев.